Депутат народного хурала Михаил Гиргенов вспоминает, 10 лет назад жители поселка Площадка потребовали узаконить их землю и дома. Он своих избирателей поддержал. Не мудрено, люди жили там долгие годы, но по закону считались самовольщиками. В такой же ситуации оказались тысячи семей Улан-Удэ и пригородов. Началась непростая работа по изменению республиканского закона. У человека должно быть в любом случае право на землю, даже право на жизнь. Основное состояние любой семьи – это земля, свой дом. Если есть земля и дом, есть будущее у этой семьи, у этого гражданина. В этом году у самовольщиков появилась надежда. Изменения в закон приняли. Согласно им, те земли, на которых люди построились до 2001 года, могут быть признаны их собственностью. Но тут в дело вмешалась прокуратура, посчитав, что народный хурал выходит за рамки своих полномочий. Начались суды. Жители стали заложниками юридических хитросплетений. И, наконец-то, точку в этом деле поставил главный суд страны. 2 сентября состоялось в Верховном суде заседание. На заседании поддержали наш законопроект и оставили в силу наш закон. Поэтому сегодня считаю, что те наши жители, которые гордоланды республики, которые узаканивали сейчас свои участки, могут спокойно дальше документы готовить. В Комитете по управлению имуществом Улан-Удэ уже ждут желающих оформить свои участки. По прогнозам их будет около тысячи. Если земля под вашим домом не входит в зону ограничения жилищного строительства, у вас есть регистрация и на руках схемы расположения участка, то обращайтесь в КУИ с необходимыми документами. Законодатели для удобства населения сократили перечень необходимых справок. Поэтому сейчас достаточно предоставить домовую книгу, либо архивные сведения об уплате земельного налога и иных платежей на землю, либо историю домовладения, которую можно взять в органах технической инвентаризации. Депутаты называют решение Верховного суда первой победой. Вместе с правительством и органами местного самоуправления обещают продолжить работу с населением. Ведь около тысячи самовольщиков построили дома уже после вступления в силу земельного кодекса России. И не смогут воспользоваться новым законом. А значит, им еще предстоит помочь. Евгения Панарина, Сергей Петров, Новости дня.